В 30-е годы советское правительство решило организовать такое место, где они собрали все исторические личности в одном месте, всех людей, памятники их. Они здесь по факту не захоронены, но здесь их надгробные плиты можно увидеть, надписи, гербы. Это уже как произведение искусства, скорее всего. Да, здесь у нас больше сейчас интересно посмотреть барельефы, посмотреть какие были барельефы, ордена, рисунки, символика, качество исполнения. Как они сделаны, да, то есть посмотрим, как изготавливали из камня, из гранита, какие использовались решения, технические приемы. То есть мы вот сейчас хотим вот и все здесь зафиксировать, посмотреть. Может быть найти вопросы на ответы. А был ли гранит вообще мягким, как вот некоторые говорят, что гранит был мягким и из него отливали. Ну как бы, не знаю, я как бы не совсем с этим согласен. Есть факты, указывающие на то, что гранит использовался оригинально, но технология его обработки была, возможно, не такой, как мы обычно привыкли слышать про это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, слушай, ну тут, конечно, всё переложено. Изначальной конструкции памятника не увидеть. Это были художники, которые так видели, как оно должно было быть. Те, кто уже переделывали всё это. Господи, прими душу твоего с миром. Так, а это, наверное, что это, чёрный мрамор, наверное. Кто здесь? Понятно. Кондрюш, смотри. Чисто всё? А ты вот здесь проверь. Вот на этих вот. Ничего нет? На верхних точках нет? На каких концентраций? А на шишечках надо ещё посмотреть. Так. Дежурная генерала главного морского штаба, его императорское величество. Плота вице-адмирала российских монастырных орденов. Кавалер Макаров Иван... А, Макар Иванович Ратманов. 772-й, 833-й год. Опять-таки металл отличается. Он красивый, конечно. Сделан добротно, качественно. Рисунок. Отливка хорошая. Но сам металл не очень сохранился. Дело 173 сентября поступил. Супружество 1505-й. Екатерина Петровна Шерло. Широкшина уроженная. Чайковская. Елены супруги, 22-й год. Раскин. Какая-то у нас... Раскинь. Раскин. Раскин. Субь... Раскин… Раскин. Расскин. Вытирают сапожок. Адольф Майер. 1807-1842. Адольф Махер. Адольф Махер. Как, Кристиан? Ты говори, если что увидишь, зови нас. Так, здесь толстые похоронены. Анастасия Ивановна, графиня. Анастасия Ивановна Толстая. Скончалась в ночь на 31 октября. На 1929 года. Ольга Фёдоровна Дмитриевна. Граф Фёдор Петрович Толстой родился в 1765-й, скончался в 1873-й год. Но опять-таки, да, всё это не аутентичный. Всё. Пересобранный. Аташев Сива Андреевич. 1873-й год. Аташев Сергеевна Толстой родился в 1873-й год. Вот такой поведник с античной символикой. Закрытый. Электрика есть, работает. Электрика. По поводу проверил. Провод не вычислил. Так, а чей герб? Не видно, кто здесь. Не видно, кто похоронен. Вита. Граф Сергей Юрьевич Вита. Бетанкур. Августин Бетанкур. Архитектор. 1758-й, 824-й. Архитектор. Архитектор, да. Я не помню, у кого видела версию о том, что вот эти колонны, видишь, они могут быть над гробьями. То есть, та же Александровская колонна. Да, колонна. Это вот Рома, о чём молчу Петербург. Он говорил, да, эту идею озвучил. Но, возможно, Александровская колонна является каким-то мемориальным монументом. Счастье какого-то знаменитого персонажа Петера. Да. Или по-бойку крови. Кстати, ты знаешь, приходил один человек, не буду уж говорить, кто он работает в главном штабе на Дворцовой площади. Я у него спросила, говорит, действительно, что там несколько этажей под землёй, шесть этажей. Он говорит, ну, шесть, говорит, не могу точно сказать, но пять точно. Я, говорит, видела схему, но он там работает, понимаешь. Я говорю, а что под Дворцовой площадью? Он говорит, там, говорит, такие муравейники. Обалдеть. Там, говорит, муравейники, говорит, мало того. Там, говорит, бункер, который спасёт людей во время, ну, в смысле, если туда кто спрячется. Да, бункер на случай ядерной войны. Представляешь? Я спросила, а к колонне можно как-то подойти? Там есть какие-то ходы, к основанию колонны подойти. Он говорит, ну, насчёт этого не знаю, но знаю, что в колонне есть какой-то ход из зимнего дворца, из сада. Там есть люк, и через этот люк можно как-то к ней подобраться. Не знаю, насколько эти сведения достоверны, но, в общем, вот так. В общем, кто такой был бетонкушек, почитаю. Да, части колонн. Козловская. Тайная советница. Фарварство, Анна Козловская. Великие ангелочки. В общем, здесь гранит разной сохранности и мрамор. Фрейлина, двора Его Императорского Величества, Софья Владимировна Гурко. Скончался 30 апреля 1841 года, на 20-м году жизни. И вот здесь тоже число 1 в виде буквы Л. Опять-таки, не факт, что нижняя часть надгробья соответствует вот этому лицу. Соответствует верхнему. Ты видишь, они все разные. Красный гранит, потом серый гранит, белый мрамор. Так, ну-ка, здесь что написано? Сейчас посмотрим, может быть, здесь есть? Татьяна Алексеевна, супруг генерал-лейтенанта Гурко, урожденная баронесса Корф. Представила на 7 февраля 1840 года, начали в 46-м году от рождения. На верхнем памятнике, что я не вижу, что что-то здесь. Какие-то есть опознавательные знаки. То есть не факт, что это ее изображение. В любом случае хочется сказать, что качество обработки гранита, мрамора. И мрамора просто шикарное. А металла, вот тоже металл. Смотри. Вот этот металл, который блестит. Он, видишь, он очень отличается от того, который матовый. Это более качественный. Видишь, он практически не ржавеет. На нем нет никакого налета. Вот что. Да, да, да. А тот, который мы первым смотрели, он отличается от... Есть версия у меня о том, что он более старый. Так, графу. Действительному тайному советнику, сенатору, министру финансов и разных орденов к Валеру. Графу Алексея Ивановича Васильеву. Это рельеф в античном стиле. А посмотри, какие пальчики, мизинчики. Зачем было указывать такую деформацию стопы? Ты видишь, какой мизинец? То есть на всех скульптурах я обратила внимание, что указаны различные деформации стопы. Можно же было идеальную сделать. Посмотри, зачем вот такое нужно было? Ну, такое, потому что реально такая стопа. Нет, ну это же не она и не его же изобразили. А почему женщину с таким мизинцем сделала? Он же не отколотый, но вряд ли он отколотый. Нет, он такой у нее подогнутый. Зачем настолько детализировать? Можно сделать просто идеальную волостопу. Все скульптуры, они очень сделаны правдоподобно. Опять-таки мы видим колонну. Колонны, колонны, они повсеместно. Так, а что же? Дова полковника Терина Церкви Абаташа. В 1977 год. Надгробие Толстых. Саркофаг на ножках металлические. Протупельный первый. Да, Василий Васильев. Вот. Жизнь его прекратилась. Чрезмерного. Интересные металлические ножки. Продвижание к наукам. И отличное. Здесь в стиле грота такого. Античное подземелье. Серый гранит. Сафонов Николай. Сафонов какой-то. Кирпичи. Кирпичи. Большие. Вот интересный памятник. Ага, давай к часовне пройдем. Пойдем. Посмотрим. Согласна. Да, памятники, конечно, они вообще все разношерстные. Ригера Снебекина. Рожденная княжна Живахова. Пойдем посмотрим, что там за берут. Вот это очень розированный материал. Вот это что? Это уже, это, по-моему, какой-то плетняк или песчаник. Вот это кусок мрамора, а это песчаник, скорее всего. Песчаник, но он очень старый. Будут упрощенные уже варианты надгробий. Какие-то надгробия закрыты. Вот опять-таки из камня. Из натурального, из песчаника или путиловского камня. Саак Кожевникова или Василий Василовича Кожевникова. Скончавшийся. 817 года. Это очень розированный материал. Это камень. Камень, скорее всего, что он где-то лежал в таком месте, куда вода попадала. Может быть, в воде оказался. А это интересный гранит. Похож на порфир. Такой поровный камень. Гранит или порфир. Тоже рози. Не ходим. Вот, не видно. 1838-78. Ну, это просто обычные виды, видимо, для менее богатых и обеспеченных людей. Грот с колонной. Грот с колонной. Бем. Супруга статского советника Наде Ступанова Бем. Родилась в 1790-го года. Скончалась в 1756-го. Варвара Петровна. Оппенгейм. Скончавшаяся. В 1776-го. Варвара Михайловича Оппенгейма. Все тоже разные. Часы. Из гранита обработка. Шикарная. Шикарная обработка. Памятник, видимо. Здесь грубая обработка, без полировки, шлифовка. А здесь полировка, обработка. И металлические, скорее всего, медные элементы конструкции. Мальтийский крест. Да, Мальтийский крест. Отполированные колонны. Колонны отполированы, а сами стены нет. Господи, где придешь, во царствие твое. Видно, что под колонны, видишь? А? Что под колонны металлическая. Да, медная. Медная. А, вот. Ага. Гранит. А что это сверху? Что у нас? Составная? Да, составная. Приставная колонна. То это у нас какая-то эта, которая полировалась. А это просто внутри. А это сверху штукатурка, ты видишь? Аж, скорее всего. Нет, это не штукатурка, здесь накладка была медная. Нет, я понимаю, но внутри. А это, ты хочешь сказать, что цельная была и полировалась? Нет, это приставная часть. Да, это приставная часть. Она относится вот к этой детали. К этому камню. Видно отделение, да? Да, тут отделена. Здесь накладочка. Грометная. А внутри она, видишь, пустая. Это вот что, часовинка? Да. Часовинка. Похоже, знаете, на что? На сторону, которую мы снимали. Фонтан, фонтан. Да, я помню. Поилка, фонтан. Около обсерватории. Ну, это ж не поилка. Ну, похож очень. По стилистике. По стилистике, да. Но этот меньше, этот больше был. Там, парк. Вообще, рыцарские. Забрало какие-то символы. Так, а чей памятник? Кто здесь покоится? Андрей, найди, кто захоронен. Здесь погребено тело действительного тайного советника, члена Государственного совета и кавалера российских орденов, святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, святого Владимира из степени Святуана Первой степени графа Аркадия Ивановича Моркова, или Моркова, родившегося 747 года января, дня скончавшегося в 127 год. Это что, знак Овна? Череп. Нет, это не череп, это... Баран. Да, баран, Овен. Крест обвитый верёвкой. А вот это что, мне интересно? Я такие вазоны видела на Заневской улице. Вот что это такое, интересно? Вот для чего? Это как урны с прахом или... Ну, я подумала, что это ваза для цветов, там в верхней части не было, и росли цветы внутри. Две такие подставочки стоят. Вот гербы. Так, голландская или романосов. Металлический. Вот опять металл, но он намного проигрывает по качеству. Металл из 19 века. Павел Александрович Мансуров. Тайный советник Сената. Саркофаг на ножках. Вот почему на ножках ставили, да? Для чего? То есть что-то... Вот и львиные ножки, видишь? Да. Смотри. Опухол. Вон, видишь? Тоже круглый, и там видно, что он стоит на штыре. Ага. Вот так вот, грузовый камень, но окружал, был заполирован. Ну да. Но, очевидно, сломался лоб. Они просверливали, видимо, те, кто изготавливал надгробие, просверливали. Просверливали в граните отверстие, вставляли туда штырь. Соединяли между собой сам саркофаг и постамент. И со временем все это треснуло, раскололось, видимо. Тоже, хотя прослойка из свинца была между металлом и камнем. Но очень хрупкий металл. Крест интересный. Когда-то был позолоченный. Какие резные цветы. Да, позолоченный. Видишь, как металл очень хорошо. Выделка металла. Ну, один вывод, который можно сделать, что технология обработки металла, цветных металлов, мрамора, гранита на высочайшем уровне. Да. А вот видишь. Как же зубилом вряд ли можно сделать. Два вида металла. Один более розированный, коррозия у него. Розированный один. А другой металл, он более... Красно сохранившийся. Наталья Николаевна Ланская. Соболева. Варвара Васильевна Дашкова. Тут ведусь ягодами Соболева. На два захоронения. Давай петрович Соловцов. Генерал-адъютант. Генерал от кавалерии Пётр Петрович Ланской. Ой, 799-й, 877-й. Да? Мы ещё... Магнитектор... Роси. Да. Для того времени это очень даже неплохо. Потому что в 50 лет уже... В 50 лет уже люди себя ощущали просто древними стариками. Такие Владимира Ланская. Шубина, Шубина. Шубина, колешка-советник, дочери девицы Натальи Петровны Шубиной. Шубина, колонны Шубина. Часть колонны. Нижняя часть. Ну, скорее всего, эта символика означает, что колонна как дерево жизни. И часть колонны символически обозначает срубленное дерево, как оборвавшаяся жизнь. Вот, видимо, тоже колонны бывают длиннее, короче. Если длиннее, значит жизнь была более долгая. Если обрубок пенёчек короче, пенёчек колонны короче, значит жизнь была короткой. Шикарный гранитный постамент Дмитрий Георгиевич Багратион. Багратион и Меретинской. Багратион и Меретинской. Эмирал, майор, князь. Багратион. Дмитрий Георгиевич Багратион. Натуральный. Ну, да. Это граниты тоже, да? Гранит, похоже. Гранит. Смотри, шикарные. Ты знаешь, я вот хожу, и у меня какая мысль пришла. Так, генерал, сейчас скажу. Генерал-адъютант. Генерал от кавалерии. Князь Александр Георгиевич Багратион и Меретинский. Обрати внимание ещё, как вырезаны буквы. Да, вырезаны. Это машинная обработка всё. Да, да, да. То есть, это не ручная. Даже вот, когда мы видим на античке эти грубо вырезанные буквы. Да, одинаковая глубина. Видишь, одинаковая глубина букв. То есть, даже маленькие переходы между буквами. Вот буква Г, например. Самое сложное сделать вот такие вот вещи. Загогулинки. Вот такие вещи сделать вручную очень сложно. Это же гранит. Он будет колоться. Это как кристалл. То есть, гранит у нас такой монокристалл. Кристалл из разных частиц, склеенных друг с другом. То есть, как бы это никак не может быть какой-то искусственным конгломератом. То есть, вот эти у нас скрапления. Вон они видны. Кристаллы кварца. Всякие прожилки натуральности. Обработка. Ну, это просто восхищает. Да, такое ощущение, что машиной вырезали. А это как будто вот, как это вот... Верхняя, да? Как лак для ночей. Вот когда лак срезает, вот очень похоже, как бы, как покрытие какое-то. Отслаивается верхний слой. Мы не будем дотрогать, но как будто бы отслаивается лак. Хотя буквы, представишь, если это верхний слой был, когда буквы вырезали, он мог бы разрушиться, этот верхний слой. Ну, вот, конечно, вопрос двоякий. Мог ли это быть камень настоящим, либо это искусственная заливка? Ну, смотри, вот эти интересные разводы. Вот так, вот это же вот, ну, зальешь уже, ну, как, это же явно природного происхождения. Вот это вот. Ты думаешь, а если... Внутри камень просто попался. Внутри камень попал, и это он ближе к опалубке, и он просто не размешался в составе. Вот это, которое произошло. А потом, может быть, это камни так обтачивали? Ну, это вряд ли такой камень был, имел бы четкие границы внутри. Если в бетоне появляется камень, тогда это все. Это прожилки могут быть естественное происхождение. То есть, это не... А вот какая линия? Ну, это прожилка. Как эта линия может идти просто одной толщины? Камень очень интересный, на самом деле, в то же время геологии. То есть, вот эти вот все вставки, прожилки. Ну, как бы он однородный внутри, да, кажется? Однородный, в то же время, видишь, в нем есть тонкие, ровные переходы, вот эти градиенты. Главные. То есть, если бы внутри был бы камень, он бы имел как бы четкий контур. Вот так было. Ну, если не показать, какой-то... Вот были такие вот более-менее четкие контуры. Но, опять-таки, эти очень странные пятна. Ты видишь, они... Как вот они формировались в природе? То есть, здесь один состав, да? Да. Здесь другой. Там третий. Здесь более плотно. Такой-то микс. Да. Вот смотри. Раз, два, три, четыре. Четыре, как будто бы пять разных разновидностей, разной плотности. Слаивается. Как это могло формироваться? А здесь вообще золотистый. А здесь совершенно другой материал, да. Что это такое? Ну, и все обработано довольно хорошо. Да, отшлифовано отлично. Отполировано еще. Причем, как вот это... Смотри, верхняя полировка, как будто верхний слой действительно отслаивается. Такое ощущение, как будто вот, знаешь, набросали разных составов и миксером взбивали, но не все взбили до однородной массы. Есть такое ощущение? Вот это понятно, что он камень на натуральный больше похож, да? Вот рядом с этой колонной. Он однородный, и все, и вопросов не возникает. А к этому... А к этому камню вопросов очень много. Здесь тоже видно, что камень однородный. А там действительно странно. В готическом стиле памятник. Софья Павловна, графиня Голенищева-Кутузова, родилась в 1811-го, скончала в царском стиле 1948-го года. По-моему, у меня не снялось. А здесь придется пройти туда. Могилу Ломоносова не засняла. Вашняков Иван Петрович. А здесь у нас закрыт ящиком. Спрятана могила Ломоносова. Михаил Васильевич. Вот так выглядит. Почему-то она сейчас спрятана. Посмотрим, какая здесь символика у него на надгробии. Крылья орла на жезле. Жезл, оканчивающийся раскрытыми крыльями орла, перевитый двумя змеями. И еще какие-то там арфа. Ступим на венок. Не пойму, не четко. Так вот, и обратим внимание, мы тоже ходим надгробия разрушены. А, это тоже надгробные плиты? Да. И постелили, чтобы мы ходили. Вот так вот. Ну, эти надгробия неудивительно. Они ведь еще были использованы в строительстве стен. Может быть, какие-то рисунки были. Это, может, перевернутые плиты надгробий, по которым мы ходим. Только словами вниз. Ну да. Все может быть. Ну, просто что я хочу сказать, что все это действительно привезли, собрали из того, что было. Просто где-то разбирали, кидали. Такое ощущение, что в машину потом привезли. Кучу камней сгрудили, потом уже из этой кучи разбирали. А, подходит по размеру? Подходит. Ну, давай, на этот камень поставим. Где-то они хорошо подобрали, то есть идеально сложили, а где-то перепутали. Просто я тебе говорю, что навряд ли они один памятник разобрали четко. И вот там, допустим, описали этот камень под этим, привезли и поставили. Ну, это единицы, которые здесь я таких увидела. То есть такое ощущение, что вот они просто подбирали. Это надгрой, вот этот циркофаг под этот камень пойдет, пойдет, давай поставим. А это пойдет, вот как пирамидки складывали, что подойдет, то и поставили. Посмотри, вот это, например, ну, что это такое? Ну, да. Ну, такое впечатление у меня. Ну, Олег об этом же и сказал, что тут половины тел нет, просто собраны. Да, да, да. И они собирали и... Собирали даже, ну, не заморачивались, так скажем, какую-то эстетику. Ну, я тебе скажу, что заморочились, где наиболее известные личности были. Там они заморочились, как-то поровнее их сложили. Ну, вот это тоже, да, ну вот что. Граф Шувалов. Вот граф Шувалов, генерал, фельдмаршал, генерал фельдсигмейстер, генерал фельдсигмейстер и ордена святого Андрея Первозванного, кавалер, граф Петрович, а, граф Петр Иванович Шувалов, скончался в 1962 год. Вот, генваря, четвёртый день, генваря. Почему-то у них раньше не января, а генварь назывался. И вот посмотрите, памятник Шувалову. Ну, неужели такой знаменитый человек? Это один из первых лиц Российской империи. Неужели вот для него сделали бы вот такой сборную солянку памятник? Ну, посмотри, низ один, середина другая, тут третий. Ну, ясно же, что нет. Миних, а вот Миних, посмотри. Под всем камнем погребён. Миних родился в 1751-й, кончался в 824-х. Май, 20 числа, в 8 часов. Ну, Миних, ты видел где погребение Миниха? Ну, это вообще просто смешно. Если это тот Миних, тут просто не видно. Имени не видно. Да, но опять-таки, я говорю, самые красивые памятники как-то постарались сделать красиво. Остальное просто в пирамидке собрали и всё. А это граф Шувалов. Тоже посмотри, ну что это? Это разве памятник графу Шувалову? А Миниха не видели? Вот, ну вот. А не Миниха этого, Росси и Тамона-Дамона. А, нет, Аломоносова. Вот, видела, в ящике. В ящике Аломоносова? Да. Средник Александр Карлович Гальяр. Ну, тут как-то ещё подсобрали. Аккуратно. Граф Пётр Васильевич Заводовский. Аккуратно. Аккуратно. Яичитель. У нас. Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует...